итак приветствую вас всех и начинается игра это аматор к четвертый раунд 12 сезона это вторая игра в данной группе и сойдутся сегодня две команды за трон за трейн и лото гейминг начинается пока пикабаны стандартные поэтому быстренько вам скажу наверное про статистику команд затрон имеет статистику 28 на 4 вот джей имею статистику 51 на 22 разумеется в рамках star ladder при этом в данной группе это другая команда пока что одержали по одной победе имеют ноль поражений команды в принципе равные поэтому игра должна быть очень интересной возможно даже жаркий видимо что на star ladder и конечно же у а то гейминга немного побольше опыта чему затрон но тем не менее за трон имеется и шансы разумеется выиграть и первый бан это висп это джиггернаут и акс забанили саппорт забанили оффлейнера виспе висп это ну да чтобы сказать прям уж такой необычный бан но тем не менее он достаточно ситуативный потому что сам по себе саппорт не сказать чтобы прям уж очень крутой то есть у него нет ни станов ни каких-то особо совещих скиллов помимо ульты а чем не менее благодаря ему конечно же вражеская команда приобретает разы больше мобильности акс это просто очень сильно оффлейнер очень сильный танк так что тоже оправданные баны и гернаут снайпер ну тут я думаю вообще комментарии излишни что то что другой очень и очень сильные керри что вы те что в мид-гейме они конечно оказывают очень себя хорошо и поэтому в принципе лучше даже каких-то бойтовых керри то есть интимага какого-нибудь да медузы просто потому что эти два пацана и в мид-гейме могут неплохо так показать себе ну и первые пики это бэтрайдер это тролль варлорд два тролля против друг друга интересно получается или он ну отличный инициатор бэтрайдер с лассо с возможностью эскейпа отличный саппорт ли он тут и хекс тут и стан есть и очень мощный урон с ульты большой поэтому наверно что можно может быть стоило ли он забанить вместо виспа за тренд любят банить виспа не знаю чем он только не нравится этот шарик безобидный шарик они его не любят просто баня баня постоянно так ну и второй пан сейчас будет а за трейн интересно кто же это будет это винга опять же очень распространенный саппорт конечно наступает ли он в контроле а тем не менее она обладает очень классными способностями такими как аура которая дает дополнительный дэмэдж разумеется минус армор а также с вас то есть это сама подходит как и для сева так и для инициации в универсальной способности универсальный персонаж ну и третий бан речи бан залазит дополнительное время уже за трейн надо банить мидера осталось да еще одного саппорта и керри разумеется тут пока не совсем понятно как будут фото гейминг действовать то есть бэтрайдер леона то в принципе эти подходящие под любую стратегию ну под пуш то конечно ли он не особо подходит а бэтрайдер почему нет у него есть него есть файр флай него есть стик на пол до которые спокойно могут скрипами разбираться ну и в бан заходит сларк заходит скайра смейдж ну сларк в принципе неприятный тери особенно для таргет цели он просто убийца в принципе я думаю никто спорить не будет ну а sky разумеется в бане чтобы не смог он не бэтрайдера заткнуть миллионы чтобы эти могли прокасты давать возможно еще сейчас залетит какой-нибудь мощный инициатор типа магнуса например чтобы его тоже не могли заткнуть этот тайт хантер четвертым баном зачем они забанили 2 файнера мне немного непонятно ведь есть уже бэтрайдер но тем не менее может они чё-то знают может вот а гейминг играю только с одним саппортом до бэтрайдер например фармит в лесу то стоит во флэйне и еще кири есть и мидер алион один саппортит ну что вряд ли конечно такое профессионально это доти раза два только мы видели так четвертый бан войд ну по-моему ты персонажи вообще не пикают сейчас профессиональной доти его точно черт знает сколько уже не было в аматорке всеми сериях его тоже очень редко можно увидеть но тем не менее забанить почему нет опять же строль опять же свинга под купол учу дэмэджи будет заходить вполне возможен был пик этого персонажа пусть лучше в бане будет лучше перебздеть чем не допустить как говорится и огор очень 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 давно мы не видели за саппорт и вот наконец-таки вы звездный час настал опять же шикарный саппорт тоже каких-то к способности нет есть и дизейбл есть еще один такой так сказать дизейбл есть не хилый буст мультикаст этим так что если кому-то кто будет играть на огоре пропрет если он везучий то конечно за треном будет очень неприятно ощущать на себе всю мощь теорет относительности чтобы черти брали ну и третий банк вот тут это то простите 3 пик магнус а вот и магнус я говорил об этом персонаже но я думал что он зайдет команде вот а гейминг он заходит команде за трейн по моему опять же что-то говорить об этом персонаже излишне излишне прекрасный инициатор шикарный дизейбл виде ульты насколько на 3 на 2 с половиной секунды где-то так да на 375 на последнем уровне то есть если нормально он так стянет тот роль кучу дэма же конечно сможет туда навалять если венга еще и минус армор туда кинет то будет просто жесть осталось добрать ну может но магнус то точно либо изи либо у флэйм тут ему больше еще некуда роль скорее всего керри так что может мидер остался взять и вот тут можно опять же взять кунти медузу главное чтобы не пережадничать потому что все-таки с медузой мне кажется жадный пик очень получится возможно стоит взять кого-то менее такого требующего фарма больше больше фарма чтобы вот такого не было иначе просто вата гейминг могут своими персонажами задавить ну что огар и он они особо в артефактах не нуждаются у них есть куча нюков плюс шторм тоже морчит собирает на 20 уже летая всех убивает кстати вот а гейминг осталось пикнуть получается керри только тоже я думаю это будет какой-то такой мобильный быстренький персонаж который будет силен очень в медгейме например почему бы не взять нить сталкером спи для начальной инициации для начальной игры очень неплохо он зайдет здесь правда выйти он будет конечно тролля я думаю терпеть не слабо долл это может и не дойти дизраптор от за трейн чтобы как он шторма того же возвращать чтобы тот лишний раз маму тратил чтобы прилететь или бэтрайдеры например плюс статик шторм который закрывает пацанов если конечно с кинетик филдом нормально завязать и просто не дает кастовать способности а леону а груз второму это очень-очень неприятно конечно же ну и последний бан это queen of pain и сейчас ответочка за трейн будет папа я не думаю что у затренов бы заходила хотя под магнуса опять же очень неплохо по дизрапторам все в кучу там нужно никак не промахнулся но если ты пьяный конечно то тебе и море по колено и карта доты тоже по колено вот мы еще время есть за трейн подумать поэтому нельзя себе лишать такого удовольствия тем более что игра действительно очень ответственная действительно можно проиграть потому что вот а гейминг был дать неплохой статистика опять же это всего лишь статистика что то что и другой команды но все-таки она что-то да значит тем более когда она такая приятная глазу но и джей призадумался уже 30 секунд не остается спектру банит спектра в принципе да можно подумать что этот пик возможен был бы то есть стратегия 4 плюс 1 до спектра просто стоит фармит 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 а в это время ее четыре пацана ну да вроде они все пацаны правда один дух но дух там уж скоро неважно в общем бегают и создают место для фарма своим своему кей убивая тем самым персонажей противника там ну и проще 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 развлекают очень противника пока спектра фармит так и опять в дополнительное время заходит теперь уже фоник капитан команды вот а гейминг last пик посмотрим какого керри они возьмут себе джейминг Ну, призадумались опять вот о гейминге, но у них еще 50 секунд, так что можно хорошенько все взвесить, все обдумать, какую стратегию лучше избрать 4 плюс 1, или все-таки взять какого-нибудь более мобильного керри, который может уже в мид-гейме, даже может в юрли-гейме что-то показать, либо может пикнуть вообще какой-нибудь антимага, да и просто зафармиться. Хотя антимаг тут, не сказать, что бы плох, но такое себе. Можно гирокоптера, например, взять опять же, хотя гирокоптер тут, конечно, за треном куда лучше заходит, опять же, под магнусом. Это медуза. Да, все-таки это будет 4 плюс 1, медуза будет фармить, фармить и еще раз фармить. А что, будет летать там и спайскреть. Ну и последний пик за командой The Train. Тут тоже надо все-таки, имея в виду медузу, надо какого-нибудь мощного керри пикнуть, чтобы тот мог что-то медузе противопоставить. Например, тот же антимаг, опять же, который один из немногих керри, который может законтрить медузу. То есть просто бликонуться к ней и всю ману вужечь лицо сломать. Значит, 30 секунд есть, они могут вполне дать себе возможность подумать, как же им лучше поступить здесь и уже принимать решение, разумеется. Шадуфайн. Нежданчик такой, конечно, залетает. О нем бы я точно не сказал, что он контрит медузу, но, по крайней мере, ему не нужно столько времени для фарма, как медузе, чтобы раздавать, ну и пикать своих персонажей, ребята. Начинается у нас игрушенция. Ну и сейчас посмотрим, кто, куда у нас управляется. Купили смог, та другая команда. И быстренько по игрокам и персонажам. G7 будет играть у нас на винге. Джудо на магнусе в оффлейне. Вода на саппорте в дизрапторе. Шадуфайн отправляется, разумеется, в мид. На нем будет играть 1, 2, 3. И Хо-Хо-Хо-Хо будет играть на тролле в изюлейне фармить. Что касается команды, команды, вот это гейминг. Медуза на ней отыграет Фоник. На саппортах Леон, ноу-Мерси, Хо. И на Огрмаге Летерщи. На мид отправится у нас Камбэйби на Шторм Спирити. Необычно видеть, чтобы капитан команды играл на кире позиции, но вполне возможно, что роль драфтера и роль координатора в команде ОТО немного различаются. То есть, например, на фоне просто пикает, а какой-нибудь саппорт из этих двоих ребят исполняет роль координатора по карте. Или это же оффлейнер. Оффлейнеру тоже, в принципе, не так сложно это делать, потому что он просто тут стоит на своей позиции, получает опыт и координирует ребят. Разменялись рунами. Здесь я взял Бэтрайдер, а здесь у нас я взял Шаду Файнд, да? Да, Шаду Файнд. Ну и все, начинается у нас игра. Всем приветного просмотра. Кстати, здесь, значит, забаним спот. Стоит вард, чтобы чекать подступы. Неплохой, кстати, вард. Он как бы и здесь чекает, правда, можно вот так, разумеется, забежать. Но все же. А здесь также забанили они. Да, вроде он банится, или все-таки надо еще ближе было поставить. Но, тем не менее, есть вижн, то есть сейчас видит Магнус Огром, но что-то как-то это... Огр. Магнус что-то как-то не боится, видимо, его. И здесь Фестблат профыркали. Фестблат. Достаточно как-то просто это сейчас выглядело. Покойненько забирают. Похоже, даже без использования скиллов летопись тут дурацкая дота лагает, черт его знает. Но Венга тут, мы видим, давала стан, значит, все-таки не без скиллов его забрали. Так, ну даже не знаю, где тут будет самое интересное происходить действо. В принципе, здесь. Ну, здесь, наверное, будет прикольно смотреть, как гоняют друг друга. Бэтрайдер и Дезераптор. То есть один наплевывает, наплевывает, а второй вешает. Вешает он. пандерстрайки на него. В принципе, и тому, и другому керри особо мешать не должны. Медуза у нас, похоже, не будет качаться через сплитшот, будет через змей качаться. Так, ну и идет Финга делать отводы для ИСФа, разумеется. Чтобы тот потом пришел и Кайлами все быстренько заформил. Ну, чуть-чуть с одним, по-моему, ну-ка успеет. Не успевает сделать. Чуть-чуть. Не хватило. А здесь тем же самым занимается Дезераптор. Правда, здесь два галимана. Ну, ИСФа, в принципе, с хорошо наворованными душами. Особо это не помешает с руки добить этих галиманов. Какой жесткий тролль. Переключается между форумами. Спокойно. Формит. Так, ну а пока здесь у нас ничего интересного нет. Спешу вам сказать, что с 10 мая начинается новая, новый, так сказать, сезон, что ли, АМ-лиги. То есть, опять же, любой желающий, у кого есть хорошая команда, может попробовать себе в этой лиге поиграть в ней. Там на 4 тысячи, по-моему, команд, если не больше рассчитано. Так что всегда вы можете подать заявочку и рассказать, начать восходить по Олимпу. А также в пятницу, субботу, воскресенье проходят отборочные, так скажем, на квалификации в старсерию. И опять же, любой желающий может себя попробовать в ней, если вы уверены, что у вас сильная команда, если вы уверены в себе, подавайте заявочку. Там на 64, по-моему, команды рассчитаны. На 32, 64 команды. Вот примерно так. И, опять же, бейтесь, бейтесь и проходите старсерию. А здесь особо, раз это как-то бэтрайдер не получает, у него есть силочка уже есть, транквилы, вот он их себе уже везет. Что у нас у Магнуса? Магнус себе тоже что-то везет, пока он себе везет только кучу хила. У нас листики можно назвать хилом, хотя почему нет, они же выхиливают, так что, так что, да. У Магнуса здесь, конечно, дела чуть-чуть похуже обстоят, но что он все-таки милишный, в отличие от бэтрайдера. Так, и здесь у нас опять, ну, так и знал, что сейчас что-то будет вроде этого, но все-таки не успела сориентироваться. На этот раз пришел его гангать. Дезератор, хотя как пришел, он даже добежать не успел. Но Вингамину сармор дала. Господи, покажите мне способности, я что, особенный какой-то, почему ты меня не любишь что-то, почему ты не показываешь мне нифига, противная какая. Так, да, здесь действительно спаун заблочен. Поставили сюда почему-то, в центре. Думаю, как-то поближе немного так. Но здесь кто-то опять отъезжает, у нас опять отъезжает штор в миду, это уже третий раз, что-то уже мид можно называть проигранным. Даже Леон не смог ничего тут исправить, как-то немного положения. Сейчас могут его, в принципе, подцепить, хотя у Шадоу Файн мало ХП, так что еще и Леон может наоборот подцепить например того же СФ. А сейчас вот стопуется сюда шторм и СФ может подстрелять. Вот, штор вместо этого на двух своих ногах идет. Так, кстати, Магнус. Есть Ограс Стан, можно даже попробовать, нет, теперь уже нельзя, теперь, конечно, на сквере Магнус спокойно уходит и будет жить. Ну, Шадоу Файн да уже есть Косарь. Возможно, будет через какой-нибудь Блинг или Шадоу Блинг. Нет, скорее всего, что Дублэйт 1-2-3 очень любит этот артефакт. Шикарный мидер, сколько он отыгрывал на Сларке, сколько он отыгрывал, я уже не помню на ком. Приятно всегда смотреть за игрой. Еще он очень, 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 очень любит нестандартные сборки. Однажды он собрал, короче, рефрешер на Сларке. Было прикольно. Вначале, конечно, негодовал, так как я все-таки за традиционную ориентацию и все дела. Но, тем не менее, потом парень доказал, что это реально круто, потому что рефрешишь и у тебя две ульты, каждая, по-моему, по 4 секунды, до этого 8 секунд 100% инвиза, который вообще ничем не пробить. и полчаса с руки тяги, так, 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 что-то он начал хвалить, он немного поверил в себя и чуть ли не отъехал. Ну вот, он начинает собирать себя шедлблейд, разумеется, а здесь снизу напрягает немного бетруху. Или бетруха напрягает, спорный вопрос, разумеется. Кстати, у дезераптора 500 голды уже арканы будут, неплохо так. Трайвер, 800 голды. И еще, конечно, минуте, наверное, 12-13, если тот уйдет все-таки в леса, а уже пора, мне кажется, уходить в леса, 6 лвл есть. Здесь уже куча стаков надела, ну просто дофига. Здесь сейчас дабл стак будет, да, здесь дабл стак, то есть вполне может идти. Так, Джей пошел тут у нас, поставил вард, отлично, то есть могут спрятать уже бетрейдеры, если тот пойдет в леса, он уже должен сейчас уходить туда, потому что иначе он здесь не получит свой быстрый даггер и останется ни с чем. Магнуса дела, конечно, в разы хуже обстоят, да и у него для даблинка еще, ой-ой-ой, как много армить. Так, смог покупать себе Огр, возможно, сейчас какой-нибудь выход будет интересный, например, на того же Сэфа, потому что мид пока что проигрывается очень сильно, 51 крип у него, да, это выход на Сэфа, подцепили его, здесь он, конечно, никуда не будет уходить, здесь сейчас стан пойдет, хотя венга подошла, дает стан, и Сэф будет жить, если он сейчас не заборзеется, так, ну-ка, идет Огр до конца и не успевает, ренджа ему не хватает на станы, поэтому Сэф живет, как ни странно, чудо не чудо, но тем не менее, он выживает, это круто. Так что ровненько тут по крипстатам идут керри команды ТТ и лотогейминг, ну а мид, сами видите, здесь 22 крипа на 0, здесь 52 на 15, так что у Сэфа все шикарнейшим образом обстоит. Если сейчас, конечно, Сэф его подцепили и убил бы Шторм, то дела бы более-менее выровнялись, потому что обходит он неплохо так с его оппонента, по миду, то есть, ну, мы увидим 5000 у Сэфа и всего лишь 2000 у Шторм Спирита. Неприятно, конечно, неприятно. В принципе, Шторм, в принципе, так же, как и Сэф, может, в крайнем случае, пойти в лес за счет, а нет, не сможет, у него статиков нет, и пассивка тоже прокачана только на двоечку, так что в лесу он не поформит. Ну, тем не менее, есть бетрейдер, так что верим в него. Так, снова нападают на 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 Сэфа, но тут он то ли должен умирать, тут уже венги нет, тут он уже заборзелся слишком и просто погибает. Или он, правда, фраг забирает, но тем не менее, уже неплохой буст, какой-никакой прирост есть по голде, по опыту, плюс еще и Сэф потеряет свое, но так потерял, как бы, немного деньжат, еще и в таверниках сидит, еще потеряет больше. Что у нас медуза, медуза доминатор, она решила пойти вот таким вот путем, то есть без всяких фаст венкинг сфер и прочего. Везли доминатор. Ну, сейчас, в принципе, починит кого-нибудь крипа себе. Так, начинай здесь, так сказать, пушить башенку и снова выход теперь уже на венгу, но венга здесь должна умирать, кстати, кстати, кстати. Здесь все-таки размен, наверное, произойдет, да, и Бэтрайдер будет цеплять Шаду Файнда и как бы здесь Шторм-то не умер, нет, Шторм все-таки отходит, дается стан по СФ, и СФ должен здесь умирать, если никто на подсейф не прилетит, прилетает на подсейф, но вот здесь должны с руки затыкать, я думаю, Глимса нет, Глимса нет, кстати, можно еще и напихонить Бэтрайдеру, да, это и происходит, а вот даблкил делает, 1, 2, 3, варбин на одну венгу, очень неплохо, и снизу падает Тауэр, снизу падает Тауэр, и уже, давайте переключаться на Нетворсы, давайте посмотрим графики, ДТ, конечно, вели куда больше, но здесь все-таки умер Шоту Файнд, и это ужасно, экономика у них сбила, нет, хотя по экономике у них все нормально, 3000 золота веду, но вот по Экспе немного приспустили обороты, но чем не менее, все, все, поправим, уже Шоту Блэд есть у СФ, уже он очень мощный, может просто ходить и ганнить, пошел он на руну, но руну, наверное, раньше все-таки Шторм зачекает, и СФ тут бежит, 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 да, СФ забирает, и Шторм такой в недоумении, что происходит, и уходит, а вот я на месте Шоту Файнда бы развернулся, точнее Шторм, недоумение, или я так сказал, и черт его знает, так вот, я на месте СФа бы все-таки просто пошел бы и добил его, а здесь тем временем Медуза умирает за счет реверисполярити, за счет станов, опять мы повтыкали этот килл, черт, печально, ну и пока что тут все очень плохо, вот и гейминг происходит, конечно, есть Медуза, но вот ее уже убили, кто знает, сколько раз ее еще убьют, ну и здесь просто за три тычки умирает вот Райдер, вот вам и СФчик, если грамотно на нем исполнять, то его не законтричь никак, просто придет и убьет тебя, ну, блин, ну это разве божеский демэдж, ну вот посмотрите просто, это сто, семьдесят, даже сто восемьдесят демэджа на одиннадцатой минуте, сто восемьдесят, у того же Шторма восемьсот КП, сами посчитайте, сколько это, тысяч, тысяч пять-шесть и Шторма нет, порошок его стерли, до свидания, милый друг, Шторм, кстати, уже купил дасты, или это ему пихнули его, чтобы палить СФ, которого тут же спалили, и СФ должен отъезжать, подставляется, правда, чуть не умер, а, нет, флинга, wave of terror, добивает, красавица, что я могу тут сказать еще, кстати, размен тут, конечно же, в пользу, вот, его, и опять, Леон, теперь тут, Леон на первом месте, все, всех, он убивает, не круто, но, ничего с этим не поделаешь, хотя бы кто-то пусть забирает фраги, тем самым, у Леона может быстрый блинк появится, относительно быстрый, и Леон хочет инициировать, будет и спейс крейтить, для той же Медузы, да, как я и говорил, или я не успел договорить, Медуза починился крипа, и будет спокойненько делать, тебе стаки, в то время как фармит, Магнус, 13 минут прошло, он все купил арканы, и пока что, от него толку, маловато, то есть, блинка у него нет, блинка он мало что сделает, так подспили, о, это не крутая идея на Магнуса, лезть, то есть он даст реверис по лярити, нет, не успевает он дать реверис по лярити, и это просто даблкил, в исполнении битрайдера, все по таймингу сделали, то есть лассо, как только лассо кончилось, шторм, уже видя, что срабатывает анимация РП, дал свой вортекс, господи, 2300 опыта, это, это жесть, это целый левел, для битрайдера даже 2 левела, вот так вот, да, ну и здесь еще и тролль подсел, подстрял точнее, такое казалось бы шикарное начало от команды ТТ, и вот уже камбэк, такой маленький конечно, тут особо преимущества не было, но тем не менее камбэк, это вообще неприятно, должно быть сейчас в команде ТТ, да, вот поэтому я и сказал в начале, что игра должна быть интересной, так как команды равны, команды способны, к классным мувам, к таймингам, к выходам, гангам и прочим, и прочим, ну здесь вот шторм, фул шторм, ого, конечно, не умрет, черт, ну, блин, можно ведь было подцепить, так, ну здесь выход в самоках, лежит, рунайн виза, должны ее брать, правда здесь, ага, прощикали ли это, команда вотогейминг, потому что как бы вард стоит, его кстати сейчас разобьют, а здесь пропала руна, так что могли вотогейминг это спалить, а могли и не спалить, ну и шторм идет на линию фармить, так что у него ничего нет, так что на 20 минуте, о никаком арчиде речи быть, просто не может, так, ну а кстати у Леона то все, неплохо, это сейчас как, это сейчас что, это он сейчас просто умер здесь, или что, или он скрипами дрался, просто прилетел шторм, прилетел бэтрайдер и просто пожег, так, ну секунду стирают огра, да, огра стирают, и бэтрайдер, бэтрайдер, как ты уходишь, это немного странно, но все-таки его отпустили, венга могла слапнуть, но видимо ренжа не хватило банально, но это один будут на меду, конечно забирать, кто-то никуда не денется, глифта хоть прожмите, ребят, нет, просто так отдают, пытался заданить тавер, Леона, как бы он сейчас за это лицо не потерял, не, не потеряет, медуза тем временем фармит стаки, стоит вард, это все видят, сейчас ее должны забирать, да, нет, не могут они выйти, потому что здесь стоит такой пацанчик, и это все палит, тем не менее, все равно дезераптор идет, чуть-чуть промазывает, в сеточку его классно запирают, и ганг проваливается, кстати, Леоны здесь все-таки подцепили, прикольно, ну и фармят стаки здесь, разумеется, были стаки, нет стаков, вот так вот, поэтому всегда здесь как-то, обязательно держать какой-нибудь вард центре, который будет палить, наличие вардов противника, чтобы можно было не бояться, что либо придут, убьют тебя, пока ты фармишь, либо еще что-нибудь подобное сделают, здесь отличная инициация, дает РП, кстати, классные по двоим, но чем-нибудь команда просто разваливается, вот, потому что, фото гейминг шикарный выбор сделали, хотя здесь еще шторм может отъехать, нет, вместо этого отъедет тролль, ну и два керри живы, размен 3 в 3, а вот у фото гейминг керри умер, ну не керри, точнее, два кор-героя живы, и здесь еще шторм подстрянет, на хосте, к тому же, еще летает у нас тролль, это вот 3 в 4, казалось бы, шикарная инициация от фото гейминга, провалилась полностью, потому что, фокусили саппортов, фокусили пацана, который дал РП, и просто нафиг уже не нужен был, а кор-герои просто бегали, и своим, просто посмотрите на их демэж, просто своим лютейшим демэжем ломали кабины, СФ все приобрело уже Яшу, и чуть-чуть осталось ему до БКБшечки, уже СФ очень-очень силен, очень плотно, его уже скоро нечем будет просто пробивать, потому что с демэжем здесь, обладает, ну, худо-бедно обладает Медузу, но она, разумеется, сейчас будет фармить, ей должно быть просто пофиг на команду, потому что иначе, без фарма Медуза, разумеется, не сможет катку вытащить, а пока что надежда идет только на нее, ну и Магнус начинает, наверное, фармить себе Блинк, конечно, фигово, но пока получается, ему тут крипы лицо ломают, ну и неудивительно, здесь, по-моему, дабл стак, да, был, который, кстати, был для Шедофайна, по сути, так, ну а тролль здесь начинает Монтостайл собирать, купил он себе просто Морбит Маску, сейчас почему-то стало популярно, просто вот так вот собирать, точнее, не собирать полный, да, артефакт полный, полную маску вампиризма, а просто кусок от нее купить, и потом может, в Лейте уже, если Град идет до Лейта, купить из нее Сатаник, например, Леона забирают, тут четвером парни вышли, забрали на язичах, так, ну и Медуза, точнее, не Медуза, это Шторм сверху, под сплит пушит немного, Медуза фармит в лесу, да, да, Медуза фармит в лесу, лежит Руна Энвиза, тролль также фармит, нет, в Тоскаде будет, Яша у нее тоже просто так, такой, знаете, набор, недоделок, как у, какого-нибудь, чокнутого ученого, который тоже, как бы, собирает, что-то собирает, и что-то все у него никак не собирается, то есть, кусок, может быть, маски, да, какого-нибудь, доминатора, кусок, он доставил, сейчас еще себе вот эти вот привезет, да, вместо этого фара, я тоже оставит, и начнет варить еще какой-нибудь артефакт, вот, кстати, еще кусок, как вилы, по сути, базилка, вот такое вот, ну и вот уже БКБ появляется у Шаду Файна, фармит он здесь Эншентов, фармит довольно неплохо, правда, у него на вампиризм, чем-то так и нет, поэтому он проседает, тут неплохо так по ХП, но, тем не менее, спокойненько забирает Эншентов, Шторм, устал стоять, ныкаясь в лесу, и топует со мной, на свою вышечку, есть у него уже, Сауринг, есть 0 Талисман, есть Боттл, Монжек Вонт, и ПТшка, еще 200 сверху, кстати, сейчас 12 лево будет, ну, что тут ему можно посоветовать, даже на 30-й, наверное, минуте у него не будет никакого, кстати, про чека он тут просветил, да, наверное, видит Дезераптора, видит Магнуса, а здесь 4 пацана, а здесь 4 пацана, от, вот, гейминг, идут, наверное, они все-таки дехить, так вот, что я говорил, что даже на 30-й минуте, у Шторма, я думаю, не будет никакого, арчида, или орхида, по-моему, так правильно, все-таки орхида, вот, но хотя, если он, киндиган неуспешный, буду делать, например, на соло-таргетах, вот как сейчас это сделал, ССФ, ну, почти на соло-таргетах, лол, его заперли просто, но все-таки соло-ринг, великая вещь, она спасает жизни людям, ну, и Шторм должен уходить, хотя у него маны вообще нифига нет, пешетчиком, неспеша уходит, а снизу фармит Медуза, вот ее на фрифарме, вообще нельзя оставлять, у нее уже есть Саша, правда, у тролля уже есть Скади, вот так вот, невзначай, опа, и все, и пока что, тролль, конечно, на порядок обходит, не говоря уже об ССФ, ну, здесь еще стычка будет, нет, не будет, так, Firefly, убить, убить тролля, неверного черта, лодили, так, ну, здесь как бы саппортом сейчас по лицу, не объяснили, юзается БКБ, юзается ульта, статик шторм, сорвали БКБ, лассо, но сейчас, Шадо Файн за это лицо разломает, правда, замерз от Медузы, шикарно, подвезли прям под ульту Медузы, и уже трех, вот, Тим Тинкер стерли, ульта ССФа практически в никуда, зацепила одного саппорта, байбэк был от Леона, ну, и Талый, вообще Талый расходится, пацаны, сетка юзается, юзается хекс, ну, еще и стант, блин, тролль вообще, убьет сейчас своего сородича, и на этом, все, уходит, неприятный размен, конечно же, для команды, вот, а гейминг, точнее, для команды ТТ, и еще отъезжает у нас, благодаря шторму, ССФ на руне, вообще не круто, это, теперь это ужаснейший размен, сколько, 2000 опыта, серьезно, ребят, хотя тут, в принципе, в два раза перефармливает, так что, нормально, а, да, конечно, не смогли вот они забрать, Таленьки, ушли все, вот, а гейминг, если все-таки бы умирал там, Бэтрайдер умирал бы, еще кто-то там Талый был, Медуза, по-моему, все бы было шикарно, но, чем не менее, не срослось, лассо, к сожалению, работает сквозь, БКБ, и поэтому, все-таки, после таких парней, БКБшечка, одна не спасает, нужно варить еще какой-нибудь, ну, либо из-под ШБ заходить, но он не смог, потому что он завязал БКБ, сразу туда вошел, не знаю, почему он это делал, не в БКБ, да даже, если он делал, это был БКБ, здесь стоит вард, поэтому, а нет, ну да, он здесь давно уже стоит, так что, его бы спокойненько тут зафокусили, возможно, так и было, я, может, просто не доглядел, поэтому, все-таки, может, линку сварить, потому что, так, и не дадут скастовать, культу, хотя здесь есть, все-таки, магнус, так что, кого-то из них, будет только контрить, вот райдер, хотя второго, может, законтрить спокойно, Леон, второго, может, спокойно, законтрить шторм, опять же, слишком далеко, заходит тролль, его здесь должны, конечно же, убивать, лол, Леон, what the fuck, Леон промазывает станом, но, тем не менее, таргет стан, отограм, попадает куда надо, еще и венга здесь встреет, посыпались, посыпались, тут больше сказать нечего, дайте мне второй, да е-мое, что это, ясно, сумме-то посчитать, не судьба, что ли, ну, сверху, кто один забирает, что, а, все понятно, это Space Credit называется, все нормально, все четко, надеюсь, под ДДшкой, спушил тавер, конечно, спушит они его достаточно быстро, и дефить его никто не будет, хотя, Глиф бы хотя бы прожали, на их месте, я бы прожал, ну, и Блинк, наконец-то, 23 минуты появляется у Магнуса, теперь, возможно, ну, Глиф, ну, вот, отлично, потому что, в отогеминг, Глифов не прожимают, а вот, ДД все-таки прожали, надеюсь, разумен, скорее всего, будет, ТПшки есть, ТПшки есть, как бы у всех, Глиф, ну, и летят на Мид, почему-то, нет, все-таки, вот, Медуза летит, дефить, чудо файн, сейчас будет БКБ, наверное, собирать, хотя, может, второй Скади будет на команду, почему бы нет, жир, так что, приятно, будет, и Тролль, также себе покупает Блинк, ну, прикольно, считайте, Магнус, такой, врывается, РПшет, сюда же летает Тролль, с раскрученными топорами, начинает месить, ну, еще Дуфайн разлетился, ну, звучит, конечно, прикольно, вот, реализовать, конечно, будет очень сложно, так, свапнули, Медузу, должны ее забирать, до того, как команда подойдет, здесь отличная, юзайца, статик, ой, этот, кинетик фил, ну, тупо, чтобы противник не подходил, по-моему, Шторм не туда влетел, правда, сделал ФБО, на хосте, в это же время, с, размен по саппортам происходит, юзайца, РП, Шторма, который спокойненько должен отходить, и еще подходит Бэтрайдер, который раскинул одного, и сделал минус два, но, размен 3 в 3, вполне равный, то есть, у Флайнера на Керри разменяли, так как Керри бомбомж, хотя не бомж, он первое место в своей команде, так что он все-таки вышел вперед, тогда, размен вполне равный, и вот он баш, ох уж, это теория относительности, Шторм уже готов был лететь, но ему по башке отшибанули, и того, размен 4 в 3, вот, там, трафики, конечно же, в пользу ТТ, еще и тавры заправили, вполне могут перейти на мид, спилить здесь тавры, а здесь хоть и крипы подпушивают, снесут, наверное, 1-4, может, хп не снесут башню, конечно, за счет вот этого, крипа, катапульты, здесь сейчас могут троля подцепить, троля, конечно же, цепляют, троль почему-то решил, блин, купить вместо БКБ, и за это он, за это он, может отъехать, что тут Файн, я на твоем месте отходил, ой-ой-ой, зря, 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 не успеет он здесь никуда, конечно, выйти, здесь, хотя нет, трайдер помогает, откидывает его, продает, всячески замедляет, и зайца БКБ, о, кстати, легенда, ну и здесь Винга отъезжает, конечно, очень сглупил, сейчас 1-2-3, зачем-то пошел помогать троллю, который без БКБ, разумеется, 100% бы там умирал, господи, 3-700, это просто такой забей, и тысячи золота, правда, получают его не совсем, те, кому надо, это, хоть какая-то, причина для радости, со стороны Тим, точнее, за трейн, ну и Т1, конечно, здесь тоже будет падать, надо Глиф прижимать, чтобы хоть как-то, что-ли, починуть, так сказать, кончину своего Тавера, оттянуть точнее, ну и забирают, конечно, здесь Тавер, СС здесь ничего сделать не может, заходит он в ШБ, его, правда, пали, здесь Варды стоит, здесь я в серфе-сентри, и Шеду Файн должен просто отъезжать, не знаю, куда, что он, что он, а, он просто ушел здесь, Варда, красава, красава, опять, правда, это спалили, и теперь ему сломают лицо, лицо сломают ему, да, ему сломают лицо, два ульта, и вязают, чтобы его убить, ой, Магнус, как он застревает, просто врезается в них, и все, на этом заканчивается вся инициация, неплохая ульта дается от СФ, выбирают Медузу, забирают Бэтрейдера, господи, как, как они переворачивают эти замесы, это же просто Заби называется, что они творят, триплкил делает тролл, тролль даблкил, вот я совершаю шторм, и умирает, фулл Монти Вайп, господи, объясните, как за трен умудряются вытаскивать такие замесы, казалось бы, просто в сухую, они должны были его проигрывать, правда, шторм, сколько он получил, это же просто, лучше целое, так вот, по сути, должны действительно, они были проигрывать замес, потому что здесь и Тал, и Шадо Файнд оказался, и Магнус просто ужасно, вот здесь он завис, то есть он бежал, чтобы дать РП, но завис от ульты, и Медузы, и просто стоял тут, две секунды на месте, ничего не мог сделать, в итоге просто влетел в них, со Скьюера, и умер, саппорты здесь тоже посыпались, неплохой был Кинетик Филд, и, кстати, Шторм сверху, но спокойно, Форстафан вышел, Бэтрайдер оттуда, получается, одну Медузу, они там зажали, но, в общем, просто, просто шикарно отыграли, в том плане, что каким-то чудом смогли передать замес, ну, конечно же, за счет подошедшего траля, скорее всего, с Блинка он влетел, и поломал Вица, опять же, мне устану, кстати, у меня 3400, уже можно, уже можно, в принципе, Сатаник собирать, но лучше бы, конечно же, БКБ, хотя у меня тут просто слутов под БКБ нет, так вот, опять же, никогда не устану повторять, что, не говоря про старую доту, там тоже, в принципе, это присутствовало, но в современном доте, как никогда, важна позиционка, то есть, да, вы зашли сюда, вы начали, вы просто столько скиллов потратили на то, чтобы убить одного эсэфа, в итоге все равно его убить не смогли, то есть, здесь и лассо было, здесь, и, кстати, ворды почему-то до сих пор не разбили, хотя должны были знать, что здесь ворды старт, но что эсэфа спалили, вот, потратили культу Медузы, потратили, шторм, шторм, шторм все-таки уходит, потратили лассу, потратили что-то, ну, станы еще, ну, тут кд небольшой, но тем не менее, потратили, и все-таки кд был, и в итоге просто зашел, тролль, который только что убил, другого тролля, на него просто тратить нечего, станов нет, все скиллы прожали, и что, его никто не может остановить, и бкб не надо, он просто заходит, начинает ломать, так же эсэфа просто не добили, и он зашел такой, со своими, двумя сотками дэмэджа, что пацаны, я вам сейчас объясню, как надо добивать своих противников, чтобы тебя потом вам жизнь не портили, и в итоге объяснил, собирает бутерфляй себе уже, уже есть монтаста, есть боттл, есть, давай, кстати, полностью пройдемся по айтемам, что здесь, арканы, почти форсстав готов, у джей севена, да, совсем чуть-чуть осталось, также здесь есть, есть у нас арканы, есть у нас блиндаггер, мальчик вон, боттл, вода, еще одни арканы, три арканы на команду, без мана они никогда не останутся, тоже есть форсстав, есть урна, так, и у нас есть еще инициация, загулявшего, дезераптора, который ходил вардить, мы должны здесь, наверное, разбить вард, но здесь это два падает, осталось один т2 тавар у команды, а вот а гейминг, а вот у команды, the train the tron, все шикарно, у них что т1 стоит, и 2 т2, черт, что это было, 2 т2 тавара стоит, скучковались ребята на миду, наверное, сейчас будут по смоками, как-то пытаться куда-то выходить, что ли, так, ну что у нас, 1, 2, 3, пт, мапа стайл, бкб, эйгл, сон, уже шадоу блейд, 1600 на руках сверху, у тролля тоже, все неплохо, через 2 минуты, кстати, аегис пропадет, надо бы как-то реализовать, попытаться, например, зайти вот, т2 спушить, ну а здесь шторм, борзой ходит, фармит, кстати, спалил, 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 а вот, похоже, венга его не совсем спалила, и за это, значит, конечно же, умрет в секунду, а подцепить, шторма нечем, подцепляют, вместо этого, шадоу файнд, у которого, кстати, нет, аегиса, зря, такой, бкбшку, потерял, точнее, потерял, я не оговорился, все, все хорошо, собрал, кстати, все шторм блат 100, у него все шикарно, ну так вот, что у нас там, договорим, все-таки все у нас прерывают, всякими убийствами этими, кому они нужны, правильно, господи, 4000, 4000, дота, что ты творишь, так, ну что у нас здесь, у медузы, у медузы у нас есть, фэйзы есть, монтастайл, штром есть, кемов доминатор, и 1700 сверху, мьоллер, наверное, она себя все-таки доделает, что касается, леона, ну, у леона, вполне мог получиться, быстрый, 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 что он говорил-то, быстрый даггер, но не срослось немного, так, кстати, тут подцепили тролля, у тролля нет БКБ, был бы БКБ, возможно, и... а, зачем БКБ, а че, что за чушь я несу, нужно же просто поставить, кстати, к штору, блясануть, и разломать кабины, вот я не видел, такую чушь парю, так, так вот, ну, у леона все-таки не срослось, вот, убивали, 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 и доубивали в итоге, так, ну и Магнус тоже, форстаф, похоже, начинает себя варить, будет команда форстафов и аркан, так, что, 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 как так-то, а, ничего себе, почему тут вот, три пацана, ходят просто где-то, в лесу, что-то по линиям, когда у них просто ломает, вот этот тавер, при этом еще и Магнуса забрали, который, не стал давать РП, а их могли поцепить, ну, что-то как-то вообще не, забили просто на свою нижнюю линию, или просто не заметили, в итоге потеряли Магнуса, потеряли половину хп, и еще и не убили Шторма, хотя, возможно, было, очень странно получилось, так вот, что дальше у нас, Шторма, ну, Шторма один из заряда в Бласт-Стоунию, Шторма орчит, Шторм собирает Хекс, так что, хоть как бы его вначале не гнобили, спокойненько парень вышел, вот так вот на пол карты, пролетел, и убил спокойненько тролля, да, БКБ, БКБ, Господи, тролль, ты серьезно, 8000 золота, купи что-нибудь, сумасшедший, ты что творишь, серьезно, 8000, клуб Пайката, 228, все дела, не знаю, надо было бы сейчас БКБ вместо, просто я слышал, что как бы золото в инвентаре, не спасают, не улучшают твою карму, не дают тебе щит вокруг тебя, такое золото, а вот БКБ дает тебе вот этот золотой щит вокруг тебе, и тебя не могут маги пробивать, такие как Шторм, ну, ладно, это фигня всем, Шадо Файн покупает себе Баттерфлей, тем временем, Шадо Файн тоже неплохо, это ты запакован, ну и как говорил Дэнди, я не смог договорить, кстати, он Т1 забирает, Шторм спокойненько, так вот, первые 20 минут, как он сказал, не решают, ну и вот мы на практике видим, что разумеется, они не решают, да, БКБ, если покупать Шторм, Троль точнее, надоело ему так вот просто умирать, первые 20 минут ничего не решают, и потом можно спокойненько нафармить все, что тебе надо, за счет убийств, за счет кизнеть, просто фарма, и прочего, ну вот мы на Шторме это видим, подцепили кого-то, я видел, слышал точнее Лассо, вот, например, Шторма мы, кстати, это видим, то есть, вот у него уже Блатсто, он уже арщит, куча всего есть, еще 3 300 сверху, можно уже купить себе, за 2 700 штуковину, штуковину, мистик став, вот, и в итоге, его теперь боятся, хотя, вначале, он просто за 3 башем каким-то был, кстати, Леона подцепили, действительно, Лассо потратили здесь где-то, значит, ты как-то не спалил этого, извините, прошу прощения, каюсь, 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 ну и Батрайдеры здесь, БКБ, давно же, в принципе, наверное, минут 10, форстаф и, блингдаггер помимо, транквил, мажик вон, да, ау, ограм, ну, за счетки гонима, такие себе, 1 поинт бустер, через 400 голды, конечно, сможет на себя купить, какой-нибудь, став о визардрей, о, Сэп загулял, в Алиже, ну и зайца, БКБ, конечно, но я думаю, тут лучше все-таки уйти просто, уже откатилось лассу, господи, какой ты быстрый, дается РП или не дается РП, нет, не дается РП, магнус секунду стирается, стирается, также, два саппорта, в обмен на одного Леона, ну и тролл здесь, под БКБшкой, конечно, наваливает, ну вот, ну вот они, форстаф, и баши вообще не прокают, да удержит его, наконец-то, так, ну и загулял здесь, ССФ, нет, все-таки, припалкил, конечно, оформляет Медузу, но, тем не менее, шадуфайн, то убил, шторма, то почему-то не захотел, Данайся, и в итоге, Медуза, из этого умирает, с Данайся, шторм, получили, получила бы, хпшку себе, Медуза, сколько там, 400, да, хп, по-моему, устанавливается, вот, стол на, 500, нет, это не, или, это то, вот здесь, валяется меткая, в радиус, 1000, балл, балл, ладно, не важно, в общем, ну так вот, triple kill на triple kill, только, тролляшка, Живая осталась, у него 4200 уже, и сатаник, сатаник, но сатаником он будет жить до 100%, осталось только еще Shadow Find приобрести, кстати Shadow Find уже запакован, ему по сути 2 слота еще можно поменять, это продать ботул, убить вместо него сатаник, и Power Threads в тревола преобразовать, все будет шикарно, а вот руля конечно дела, там 92 косаря, дело конечно дела лучше обстоят, ему этот манта стайл осталось сделать, ну саша яш это не лейтовый артефакт, поэтому нафиг ее не надо, вот манта стайл пригодится. По крайней мере фокусироваться на каком-то отдельном тролле будет, вот а гейминг сложновато, там 1500 сверху есть, ну вот и мой торп, 500 клд осталось, 2 косаря он стоит 9, я же не дурачок, нет я дурачок, он стоит 200, Рошан появляется через 2 минуты, так, забыл я совсем про графики, ну вот этот, у холмов есть глаза называется, картина, пожалуйста, 7500 ввели, потом стали вести 6, ну в общем сами все видите, это по опыту, что касается золота здесь, наверное 5000 установился график, кстати здесь Т2 подпушивают крипы, неслабо так они его подпушивают, полнотавра снесли, дефить, нафиг никому не надо, но он приходит на конец ССФ, да, купил он себе Морбит Маск, вот разумеется это будет сатаник, если он соберет еще какой-нибудь моб, то это будет забей, хотя 1-2-3 такой парень, что почем бы нет, ну а что у нас есть в одной команде, есть пайка, да, звездная личность осталась сделать какого-нибудь себе интернал эндви, и все будет шикарно, ну, для пиара разумеется, а не для игры, так, не о том я говорю, но в принципе о чем еще говорить, пока что, команды просто ходят, кучкуются, знают, что по одному уже точно нельзя разбредаться, ну, кроме таких, кто может спокойно уйти, типа шторма, который он спокойно шатается, купил он себе хекс, в последнем замесе, который вот здесь вот был у него, черт, у него вот этот хекс был, разумеется, давал он в кого-то его, в кого-то он ему точно давал, того же, например, троля или, скорее всего, СФ, с которым они тут разбирались в тречках СФ, иду за ей шторм, ну и снова у шторма 2-100, что ему тут еще можно купить шиву какую-нибудь, да, почему нет, в лед идет на троля, а это точно хорошие девцы, ну, вот, хекс связается, но здесь, здесь, а, ну, здесь уже вся команда, сейчас будет замес, в секунду стирают вингу, в секунду стирают еще одного саппорта, здесь также будет умирать Шадо Файнд, нет, Шадо Файнд пока живет, убили Батрайдера, РП есть, нет, да, вот, пожалуйста, мультикаст, Шадо Файнд умер, умер Магнус, ну и трой здесь начинает один бегать, но, разумеется, один ничего не сделает, убивает одного саппорта, в итоге саппорт умирает, но, разумеется, четыре, а, точнее, пять в два, это вообще не круто, называется позиционочка, позиционочка, не успел тролль прожать, БКБ вовремя, нет, Сатаникал, Шадо Файнда не успевает он сжираться, и дролль, зачем-то, зачем тролль бегает за штормом, ведь его просто не догнать, у него 2600 маны, у него есть ульта, которая просто, он может вот так вот спокойно пролететь сюда, постоять здесь, наверное, секунд 10, и спокойно вернуться обратно, даже, наверное, быстрее, потому что теперь он снова 12 зарядов был 100, и просто невероятный легенд, 53 единицы в секунду, ну, что это, надо просто забезать, зачем за ним бегать, я понимаю, у тебя был бы Абисал, у тебя нет Абисал, а это, получается, что просто чувак спокойненько уходит, кстати, у него нет БКБшки, вот в чем дело, у шторма, поэтому, если его нормально закрывать, дизраптор, вот, если игра дойдет до вейта, она, в принципе, может дойти до вейта, дизраптор, собрав аганим, как-то сможет что-то делать со штормом, но, такой вопрос спорный, потому что у шторма, я думаю, в лоте тоже БКБ появится, ну, вот, пожалуйста, хоп, 7 с половиной опыта появляется преимущество лото гейминг, только заходят они на Рошана, это, по-моему, третий Рошан, это только второй, ну, и график в нуле по золоту. Так, на штанг вилами теперь Бетрайдер можно спокойно летать по карте и цеплять саппортов, спокойненько ломая им лица. Сбили линку, но смысл, шикарный подкоп от Леона. Ой, как бы тут ТТ не проиграли. Ставится в вард, ну и вот Монтар покупается, и теперь тролль шестислотовый, но прикол в том, что тролль в лоте там в разы слабее Медузы. Потому что, во-первых, Медуза рейнджовый, во-вторых, у Медузы ульт, который заставляет противников разбегаться в стороны. Как бы у тролля тоже, но согласитесь, от тролля куда легче убежать, чем от Медузы. Ну, тем не менее, все-таки так, Медуза покупает себе манки Кингбарни, стала она себе мьёльники-то делать. Может вообще упор дес, хотя это, думаю, глупо будет. Кстати, без Кади играет, без Кади, без линки, вот, отлично. Слава тебе Господи, что есть такие Медузы, которые не варят линку, потом к этой линке варят БКБ. Самая гениальная растрата денег, это вот купить линку и БКБ. Особенно, когда в противложной команде нет особо таких пацанов, которые... Против которых можно собирать, вот таких как бы трайдер, например, и то и другое собирать. Вполне БКБ здесь можно делаться. Да и с регеном здесь, в принципе, особо проблем нет, я думаю. Так, ну и собрались тут вчетвером. Команда The Train, The Throne. СФ тут уже как бы чекает такой партизан. Разведчик. Должен линтовать, потому что сейчас уже БКБ пропадет. Ткнул. Тут же его захиксили. Но БКБ, пацан, почему ты не прожимаешь БКБ? Идет Статик Филк, Медуза включает БКБ. Вот, правильный чувак включает БКБ и расстреливает. А вот у СФа из-за того, что... Так, ну здесь, конечно, в секунду умирает Медуза. Но, тем не менее, три пацана уже сдохло. Опять Магнус не дал РП. Ну что ж такое-то? Соберите себе БКБ. Выбили Аегис, как ни странно. Наверное, под башен стайн у него был. Так. Ну, пока размен 3 в 2. Если не считать потерю Аегиса. Ну и Аганим. Господи. Огарф. Огарф с Аганимом. 8500 нетворс. Обходит оффленнером. Да. Пока что Магнус себя показывает вообще не круто. Потому что РП он толком не дает. Ну, скорее всего из-за того, что его тут же контролит бэтрайдер и просто сбивает ему. Ну, Магнус, ты же можешь тут стоять, да? Тут начинает раскладывать твоих саппортов. Ты влетаешь, даешь РП и все. Потому что даже Безраптор такой дохненький, хиленький, но тем не менее он успевает дать свой. Вот мы видим статик шторм и что-то сделать. А Магнус, ну вот если бы Магнус давал хороший РП, то конечно бы совсем бы все по-другому было. В замесах происходило бы все кардинально по-другому. Но пока что вот так вот все происходит, что очень печально, разумеется. Так, ну и вот Шива. Шива, как я и говорил, Штар может вполне себе купить Шиву. Что касается Медузы, то есть нет, не Медузы. Что касается Шадоу Файнда. Начинает он сейчас собирать Дейдаус. Ну вот, хотел я сказать, когда от него вот успокойник такой, этот, Огрмаг на своих двух убежал. Хотя странно, потому что у Шадоу Файнда 390 эмэса. А, тут наверно под Bloodlast там был, да? Да, скорее всего. Так вот, был бы Скади у Шадоу Файнда. Во-первых, он был бы жирнее, намного жирнее. А во-вторых, от него бы не так просто убежать было. На Денгу, конечно, тут стирают. Начинается, наверное, второй замес. Опять не дает РП, чувак, как так? Первый раз он похоже отменил РП, а второй раз на него сало повесили. Ну, господи, что ты делаешь, чувак? Хватит. Ну, пока размен оффлейнер в оффлейнера и саппорт убили. Надо, конечно, тут уходить. Вовремя включает БКБ тролль Варлорд. Кого-то тапкут назад. Но и Медузы здесь должны разложить. Тролль не туда пошел. Есть сатаник, но он просто не успеет. Он проезжает слишком много контроля. Вот и гейминг. Да, ужасный размен. Опять же, спасибо Магнусу. Это просто забей называется. Такую чушь творит парень. Может, просто не собрался. Может, как-то хочет БКБ получше дать. Но какой получше? Тут столько контроля. Ты просто дай и уже моли. Вы это хвалили. Это... Спасибо, говори господу, что он дал тебе БКБ дать. Ой, фу. Я уже заговариваться начинаю. Так я негодую. Вы воспаляете дать... Так, все. Все. Я уже отъезжаю. Не слушайте меня. А он тут еще выбирает, короче говоря, как бы ему поудобнее. Как бы ему большее количество людей всадить этот РП. Ну, такой... Такой вообще. Вот, пожалуйста. Вы РП видели. Так, ну и забирают Т2. В итоге у нас... Такое, такое офигенное начало вот это было. Потом, правда, здесь вот немного замяли. Но... Потом они опять начали тащить. И в итоге... Дотащились до того, что сейчас проигрывают 15 тысяч опыта. И... Сколько? Ну и голды, конечно, немного. Опять тут... 6 тысяч где-то. Даже 7, может. Но, тем не менее, это очень даже ощутимо. Этот шторм, которого просто... Просто не поймать. Он свалился... Два... Ботинка. Нафига какой-то БГБ если... Контролить. Просто некому. Просто некому контролить. Никаких станнов тут по сути нет. Ну, здесь есть, конечно, шикарный стан на целую секунду. Даже... Даже на 2 секунды в РП цены. На 2 секунды почти. И есть шикарный... Риверс... Риверс поляричей, которые... Замесы вывозят. Просто вывозят замесы. Вот. Ну и доедал у всех приобретать ДСФ. А так просто, в принципе, шторма контролить никому. А вот у него сколько контрольных. Он тут и ярчит. И хекс. И замедление отшивы. И вот эта вот фигня. И еще замедление, кстати, от оверлауда его. Что же говорить про Леона. Про Бетрайдера. Про Украл. У которого теперь 2 стана. Плюс замедление. Пусть было 2 ста. Далее РП. Веншинтов. Ну и слава тебе, господи. Секунду стерли. И даже... Кинетик с Филд. И стадик шторм потратили. Лишь бы убить этого... Пацана. Которого они явно не любят. Столько он проблем создает. Ну и 2 600. Вот неплохо они так с него получили. Бетрайдер тут, слава богу, смог уйти. Ну для него, разумеется, слава богу. Из одной крипов, кстати, пофармили. И засели на базе команда. Вот здесь, правда, уже резнулся шторм. Без него они, конечно, бы никуда не вышли. По сути, тут шторм очень много делает. То есть, опять же, классно отыгрывают все. Саппорт. Саппорт. Оффлейнер, карманы. Отогейминг. Но шторм здесь, конечно, просто страх вселяет. В ряды врагов. Ну и ставится пауза. Кстати, в начале паузы не было. В начале игры это, конечно, очень круто. Ну, надо же когда-то ее поставить. А то как-то неудобно будет без паузы. Что? Так, ну и... Что тут еще можно сделать? Ну, кстати, Батрайверс я купил босс. Чтобы, наверное, по лицу не получать ни от траля, ни от Шадо Файнда. Медуза. Пять тысяч бабочков имеет в инвентаре. Тут можно либо Сатаник себе приобрести. Редкликом. Либо приобрести Мьёльнер. Я думаю, все-таки Сатаник будет кручь. Потому что урон пока что и так шикарный. А вот поджираться бы не помешало. Потому что Медуза пока что просто кусок. Как бы урон огромный. КП тоже неплохо, так скажем. Но ее сметают значительно быстрее, чем Шторма. Или даже того же Огра. Кстати, Огра вообще просто жир. Жир. Диай. Две 300 у него. И еще 13 брони сверху. Для саппорта это просто забей называется. Как много... Спокойно подцепили. Тролль такой сам подошел. Парень, давай-то ты меня схвати. Я хочу умереть. Ну и Шторм влетает. Шторм, кстати, почти. Почти умирает. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну... Обидно. Не рассчитали немного. Но и Ленгату свапнулось. С рулем, чтобы спасти его душонку. Тролль здесь, в принципе, должен жить. Правда, еще умирает Дизераптор. Сверху дал. Кенедик Фил напоследок. Тролль здесь получает, кстати, Магнус стан. Дается ульта. И та и другая. Им Шаду Файн замерзает. Ай-яй-яй. Какая грязь. Ну и размен 3-2, разумеется, в пользу. Вот так гейминг. Как же Ду Файн-то умудрился за... А, ну он ультанул. Короче, когда он давал рассказ. Медуза в это время тоже дала ульту. И вот так вот. Надо было просто отменить ульту. Развернуться и дать еще раз. Тут шторм летает. Вообще жесткий. Так. Но РП ты дай. Ну господи. Магнус. Твою мать. Магнус. У меня просто бомбит от тебя. Какого? Какого? Прыгни сюда с Бринкой. Да, РП? Фуку. Ух. 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 Я не знаю, как Каспер и как Гудханты с этим справляются, но у меня сейчас так горит. Так горит. Можно было дать РП и просто спокойненько вот здесь еще всех убить. Не тратя столько ресурсов и может даже не отпуская кого-то. Но нет, зачем? Ведь можно ждать РП более подходящего момента для РП. Да уйди ты. Которая 100 секунд кулдауна имеет. Ну и БКБ начинает он собирать себе, разумеется. Чтобы хоть какой-то шанс иметь для его дачи. Для дачи РП разумеется. Ну и башню тут ДНН наверное все-таки не стоит. Потому что это единственный такой, какой-то, хоть какая-то защита, чтобы бараки как-то засейвить. Ой, сколько же Shadowfine сидит в таверну. Там просто забили его. Второй раз уже слили. Сейчас заценим. 15000. Ну да и дал себе покупать. Торолевище. Через минуту будет Рошан. Так, ну вот кто тут у нас. Shadowfine шторма забирает. Но это было, ничего не знает. Ничего не знает, когда это было. Неважно вообще. Так, Бетрайдер. Бетгу, Бетрайдер и Медуза Дезераптора. Dofine Бетрайдера. Тролль Могромага и Тролль Леона. Ну то есть да, это просто СССР так долго сидел. Получается вот еще, когда здесь вот был замес. Он сидел в этом таверне все это время. Что за бель называется? Ну 25 в принципе, ну и понятно. БКБ у Магнуса. Уже СССРчик. Не первый, не второй по нетворцу. Все таки СССР думает. Не крутой выбор был как бы. В начале да, он показал, что он способен ломать лица. Но в лейте он конечно же 100% проигрывает Медузе. Ну пока что опять же Медуза так крутиться не показал. Но мы видели, что ульта у Медузы поэффективнее будет, чем СССР. Потому что Медузе там нанеслось. Может хп 200 дэмэджем. С ее хп это такое себе. При условии, что СССР просто замерз. Его зафокусили, убили. Это покруче будет, чем потерять 400 хп. Рошан появился уже. Шторм сигналит. Пингует. Говорит, пацаны, надо забирать. Рошан третий. Цирр есть. Есть Олегис. И с этим Рошаном, кстати, Скади появилась у Медузы. Как я и говорил, что лучше все таки действовать Скади или Сатаник. Подожди. Ура. Лоу. Лоу. Медуза просто продала Доминатор. Женщина, ты в курсе, что Сатаник тебе жизнь можно спасти? Ты лучше губить Мэл Шторм себе продала. Ай. Лавно. Ну что, как-то похоже. ТТ то ли не догадались, то ли решили забить на этом. Но нет, все таки скорее всего не догадывались. Потому что вот так вот идти просто пушить, когда вы знаете, что здесь Рошан забирают. Это вообще не круто. Особенно при условии, что все таки есть РП, которое возможно Магнус соизволит Кастануть. Есть ульта того же Шадо Файнда и прочие, прочие, прочие. Кинетик Филд и всякие Статик Штормы. Ну и заходят на ХГ. Какого фига, ребят? У них Оегис, у них Сыр. Зачем вы заходите так? РП в Саппорта. Шикарное начало. Шикарно. Скьюер. Блин, я просто буду хейтить этого человека. Я просто буду его хейтить. Его за 2 секунды убивают. Умер здесь также тролль, не прожав Сатаник. Ну и это просто разнос. Разнос. Еще Дуфайн здесь также умирает. Правда должен... Да, отлично. Хотя бы Оегис в угол. В итоге это фулл мантивайп на одного несчастного бутрайдера. Потеряли они только Оегиса и бутруху. О. Май. Факин. Гад. Все. Ужасно. Смотрите на этого шторма. 17 зарядов. 3000. 3000 маны. Это вообще законно. Если так сейчас еще ДТ поддаются, то конечно они просто все потеряют. И у тролля, у шторма то есть там уже будет бесконечный запул маны. БКБ парень что нет, без слабаков. БКБ сатаник. Ну видимо да. Да, посыпались ребятам. Похоже это ГГ. Ну как можно входить за мисс без БКБ? Ну как? Ай-яй-яй. Ну и линию теряют они разумеется. Возможно сейчас потеряют и остальные. ГГ пока что не пишут, потому что опять же все можно исправить. Если нормально отработать. Если нормально дать. Залейте вот в этих двоих пацанов. Дать РП. Хорошая. Разультица. Ну вот не так. Ну что это? Отлично. Убили. Огра. Это круто. Изратор зашел. Нифига не дал. Умер. Медуза сейчас может умереть. Надо разбегаться. Что ты делаешь? Магнус. Хотя бы РП бы дал. Ну зачем ты даешь в БКБ шоквейв? ССФ умирает Байбека. Нет. Это скорее всего ГГ. А GFO просто стоит. Это ГГ. По сути если так вот здраво подумать. Катку слил. Вот это чувак. Один. Двенадцать. 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 С вами была Матерка Четвертый раунд 12 сезон Комментировал для вас EchoCat Всем спасибо за просмотр До новых встреч